здравствуйте но сегодня хочу рассказать немного про будущее изменения процессуального законодательства будущее изменение у нас ступятся 2 сентября 19 года так вот у нас изменяются сроки причем не одни а целая серия сроков обычный срок производства по делу в арбитражном процессе по первой инстанции увеличивается до шести месяцев но на мой взгляд судьи и так имели возможность увеличивать эти сроки при обнаружении особой сложности дела вот внесение в а пока таких норм мне кажется просто позволит им тянуть этот процесс да то есть не ориентируясь на сроки и плюс ко всему за эти шесть месяцев по первой инстанции ответчик допустим может продолжить сливать свое имущество что не есть хорошо с учетом того что у нас обеспечительные меры в общем то удовлетворяется достаточно малом количестве случаев на подачу замечаний на протокол у нас срок увеличивается до пяти дней с трех дней которые были ранее соответственно но это в общем то хорошо поскольку не всегда люди успевают ознакомиться с протоколом трехдневный срок это в принципе с учетом того что допустим по арбитража санкт-петербурга дела заказываются после определенного срока после заседания или до определенного срока до заседания и с учетом того что система назначает дату ознакомления с делом на то есть она все-таки ограничивает выбор самостоятельно ознакомиться с делом в в принципе это очень даже хорошо следующий срок который увеличивается это у нас становится 12 месяцев вместо 6 на обращение с ходатайством о восстановлении пропущенного срока ну это в общем наверное хорошо но находиться в подвешенном состоянии допустим выигравшей стороне все это время тоже как-то будет не очень три месяца вместо 6 на подачу заявления об заскании судебных расходов но в общем то ситуация заключается в том что иногда оплата этих судебных расходов происходит за пределами трех месяцев таким образом необходимо будет своих доверителей как-то поторапливать для оплаты если они хотят возместить расходы с проигравшей стороны но самое интересное у нас сентября происходит с представительством теперь для представительства в арбитражном суде необходимо наличие высшего юридического образования что в принципе будет осложнять участие в процессе то то есть я честно говоря сильно надеюсь что у нас арбитражные суды как-то будут все-таки отмечать представители которые имеют дипломы уже их предъявляли да то есть чтобы нет было необходимости в каждый процесс ходить с диплом но адвокатам в данном случае повезло поскольку вот та формулировка которая вносится в закон она практически совпадает с формулировкой с статьей 3 фз об адвокатуре которая говорит что статус адвокатом может быть у человека имеющего юридическое образование или соответственно ученую степень по юридической специальности как будут остальные участники серии налоговые инспекторы участвовать в этом процессе пока непонятно поскольку список он как бы расширительный но конкретизации пока вот по данным категориям участников нету в арбитражном процессе теперь отводы будут рассматриваться судьями самостоятельно то есть раньше им приходилось в случае заявления отвода бежать к главе суда теперь они будут скромно удаляться и самостоятельно рассматривать вопросы собственного отвода что в общем то будет полностью совпадать с положением гпк что касается судов общей юрисдикции это наверное самое значительное изменение коснется публикации сведений о назначенном заседании за 15 дней на сайте суда общей юрисдикции на этом пока все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал